Привет, друзья! С вами, как всегда, Алексей. Сегодня у нас 10 серия про нашу стройку. В этом сериале мы с вами строим ванную комнату. Кто, конечно, уже следит, кто не следит, начинайте следить. Итого, что мы сейчас будем делать? Как вы помните, в прошлой серии мы с вами установили душевой поддон. Сейчас я его обклеил. И в этой серии мы начнем класть плитку. Плитка у нас будет, вот где у нас заделана гидроизоляция. Два ряда до потолка. Потом будет здесь, где унитаз. Вот эта стена здесь у нас будет окрашена. И вот эта стена будет еще в плитке. Плитка у нас белая. Толщина 11 мм почти. Размеры 30 на 90. Получалось так, что если мы начинаем с целой, в конце у нас 5 см получается полоска. Это некрасиво. И чтобы уйти от этого, я решил плитку отрезать на половинке. И снизу мы начнем с вами на 15 см. 15 см. И потом вверху, там как выйдет, там где-то будет 20 см или 25 см. Почти целая плитка. Но это будет смотреться более-менее достойно. И я думал сначала плитку или на пол, или на стены. Короче, я пока еще сам не знаю. А в этой просто как бы сейчас вот сделаем вот это. И еще перед этим, чтобы потом неудобно будет, я сейчас покрашу потолок. И вот так уйду, уйду, уйду. Здесь я тоже обклеил вокруг окна. И до низу. И все. Чтобы потом меньше здесь капало. И все в этом роде. А после того, как мы вот на эти стены наложим, положим плитку, уже будем думать. Или пол начнем, или вот эти стены. Так как еще вот этот простенок нам надо будет заштукатурить. И потом тоже его мы покрасим. И должно быть примерно как здесь. Кто не видел комнату, как мы вот это делали, можете тоже посмотреть. Все есть на нашем канале. Здесь у нас сауна, ванная, раковина. Все есть. А здесь будет у нас душ. И раковина, батарея и унитаз. Все, начинаем. С этой стороны, я думаю, у нас дойдет до конца. А здесь плитка будет уже в наклест. В ту сторону. Из-за чего я так делаю? Потому что здесь у нас плитки не будет дальше. Здесь будет просто покрашена эта стена. И она пускай выходит, ничего страшного не будет. А здесь у нас надо будет добавлять кусок. Он будет, конечно, некрасиво смотреться. Но если у нас здесь пойдет душевая кабина, то оно будет хорошо. По краске. Краска у нас силикатная краска. Для внутренних работ очень хорошо. И работать в ванной комнатах. Да везде. Стоит такое ведро 12,5 литров. Больше 100 евро. Так что краска реально дорогая. И хорошая. И у нас стоит, что экологическая. И где в ванных, где сыра, короче, и не работать. Так что сейчас с ней шмургаем. Вот такая красота, друзья. Последний штрих, как говорится. Завтра подсохнет. И посмотрим при дневном свете. Нужно ли нам еще раз красить. Я думаю, нужно. Оп, оп, все. Фертич. Готово, как говорится у нас. Так, все. И вот так. Вот так это выглядит. Ждем, чтобы подсохло. А потом еще раз посмотрим. Так, сейчас у меня еще остался клей. Я сейчас приклею вот этот коврик к полу. А завтра с вами уже начнем здесь. Друзья, привет. Вот на утро встал. Были плешины. Еще раз покрасил. И думаю, сейчас все ништяк. Ничего не надо больше будет делать. Так, сейчас начнем вести плитку. Здесь я выставил, как оно будет примерно. Сейчас намазываем. Клеим стену, плитку. Клеим. Три, три ряда. И потом уже по месту я хочу размерить плитку и просверлить в ней отверстие под смеситель. Все, начинаем. Здесь показывать нечего. Ложить будем на такую систему самовыравнивающуюся. Вот такая. Такие клинышки. И такими щипцами затягиваю. Все в дальнейшем покажу. Так, друзья, отметил под смеситель. Здесь вывел, сколько у меня хватало раствора. Так, сейчас просверлим, примерим. И можно дальше будет штурмовать. А потом уже в конце, не сегодня, как бы, можно сюда кусочки. У меня получается здесь выложиться и будут остатки. Как раз они сюда уйдут. Спросите меня, чем я пилил пилитку в длину. А простым стеклорезом по стеклу. И вдвоем потом сломали ее через провод. Провод натянули, вот этот. Положили на пол. И с обоих сторон прыгнули и сломали. Потом я шлифанул, как называется, черепашка. Круг. Все, пойдемте. Сделаем отверстие. Так, вот такая, друзья, у меня короночка. Здесь наконечник. Когда немного уже вокруг сверлить, наконечник выкручиваешь. И тогда можно полностью просверлить. Очень удобно, хорошо. Сейчас я здесь еще начну, а потом выкручу. Так, здесь я уже выкрутил, вот это мочишь тоже. И выкручиваешь ее. И сейчас можно до конца уже просверлить. Как по маслу сверлить. Вот такой наконечник. Его вообще-то можно не выкручить, просто достать он на магните. Я просто забыл. Вот такая инструкция. А сейчас вот эту железную, поролоновую с водой вовнутрь. И все. Все удобно, все хорошо. Стоит буквально, наверное, евро 25, наверное. Не помню. Давно уже ей пользуюсь. Вот, друзья, такая коробка. 2,5 м. Позавчера заказал, сегодня уже пришло. Смотри, как офигенно запаковано. Вот такие профили. Три штуки. 2,5 м. 11 мм. Толщина. Пруску приелали, чтобы не загнуть. Вообще классно. Одно плохо. Один профиль стоит 14 евро. А пересылка стоит 19 евро. Это получилось. У меня три профиля. Около 50 евро. А если бы я покупал в магазине, в строительном, вот эти три профиля, они по 25 евро. Было бы 75 евро. Даже и то с пересылкой, и то дешевле. Да, класс. В общем, вот так оно будет сбоку. Здесь все зашпаклюется, выставится. Здесь тоже. И будет законченный витамин. С той стороны так же будет. Так. Мы потом сделаем, когда плитку всю приклеим, и наклеиваю ее, посадим. Эту полоску. А вы бы как сделали? Вот я оставил плитку, чтобы вам показать. Сделал здесь насечки. Вот так, по идее, будет установлена плитка. И по эти насечки, здесь делал я насечки на пробках. Значит, это так. Вот у нас смеситель. Вот у нас экцентрик, который вкручивается вот в такую муфту, которая стоит в стене. Если разберем момент, если она будет расположена прямо вровень со стеной, под лицо, как сказать, с плиткой, то мы закручиваем в нее экцентр. Буквально 5 витков, не больше. Так. Закрутили. Везьба еще осталась. Закрутили. Мы помним, да, у нас муфта, которая в стене, я ее накрутил уже. Если у нас защитная крышка дойдет до нее, то она уже не работает. Видите? Все, она должна вот так тогда быть. Тогда получается, она не держится. Поэтому, поэтому нам нужно чтобы муфта, которая расположена в стене, была хотя бы на сантиметр глубже, чем плитка. Тогда у нас все хорошо получится. Сантиметр, не больше. Если будет больше, то можешь не хватить резьбы. Меньше можно, но тогда у нас здесь будет некрасиво, много будет торчать резьбы. А если на сантиметр, то будет идеально. Вот сантиметр плитка до муфты. Если будет 5 миллиметров, тогда уже здесь будет торчать резьба. Это будет не камильфо, не красиво. Но желательно, ребята, чтобы у вас сначала куплен был смеситель, потому что вот эти угловые вещи бывают разного размера. А так, в принципе, все по-стандартам. Поэтому у нас все сделано идеально. И от этой линии, где у нас плитка кончалась, сантиметр, начинается муфта. И здесь так же. Так, все продолжается. Таким же макаром вот вверху осталось под 20 сантиметров отрезать плиточки и в бок здесь вывести. Вот эту штуку поставить. Но это потом с последней плиткой. Здесь, конечно, такой шов получается мощный. А так, вроде, нормально пойдет. какой-то раствор был у меня сильно жидкий и все, короче, обдристал. Надо будет завтра помыть, так как потом в швах хрен выклупаешь. Так, друзья, вот закончил я. Промучился, как говорится, и на старуху бывает проруха. Должен я был засунуть сюда уголок наш. У меня он подходил, я его замерял, все было хорошо. Но я думаю, что сделаю. Короче, раствором полностью забил, а потом решил его засунуть. Ну и хрен. Он, короче, не залазил. Стал мыть внутри, ковырять раствор. Короче, полтора часа промутился. Решил, короче, все вымыть. И потом возьму, завтра подсохнет, возьму ну, такой верхцойк, мультифункцион, как сказать, реноватор, и попробую там выпилить внутри. И потом уже засуну и сбоку засуну раствор. Друзья, на этом замечательной ноте закончим наше видео. В следующей серии мы начнем уже здесь плитку ложить. Итого, сколько мы расходовали на этот уголок в данный момент. Примерно 4 квадратных метра плитки, это 100 евро, плюс клей, и так по мелочи. В общем, 150 евро. Итого, в прошлой серии у нас было 1400, и сейчас еще 150, это 1550. Держи в уме. Ну, все, кто посмотрел видео, молодцы. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, берите себя и своих близких. До новых замечательных встреч. Пока. Субтитры